Известно, что самое удобное место для офисного центра – самый центр города. Сюда спешат по своим делам тысячи людей. Но офисный центр – дело затратное. Его аренда и содержание для отдельного владельца вылетает в копеечку. А есть ли использовать центр совместно? По мере необходимости разными арендаторами. И чем их больше, тем лучше. Это небольшие предприятия с очень невысоким стартовым капиталом. И возможность здесь какие-то осуществлять свои функции на очень льготной основе, они помогут этим гражданам, этим предпринимателям молодым добиться стабильности. Это и есть поддержка, я бы сказала, микробизнеса даже. Даже немалого бизнеса, микробизнеса, где 2-3 человека. Особенно выгодно для начинающих. Арена офисного места – 300 рублей в день. Wi-Fi, ксерокс, переговорные комнаты. Затраты минимальные, а перспективы для тысяч начинающих предпринимателей огромны. Ведь именно здесь, в этих центрах, они заводят деловые связи, находят новых деловых партнеров, учатся азбуки бизнеса. И понятно, почему на открытие центра приехала заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области. Основной эффект этих каворкинг-центров – это рождение новых компаний. Вывод малых компаний или малых предпринимателей, индивидуальных предпринимателей из зоны, так называемой, назовем, неучтенной занятости. Или определенная занятость, которая сейчас вообще никак не регистрируется. Проще говоря, выход из зоны нелегального бизнеса, который вряд ли приведет к процветанию. Грамотный бизнес, как наука, не терпит исключений и искажений. Каворкинг-центры – это зоны правильного бизнеса. И, как показывает мировая практика, они имеют огромный успех. Ожидается он и в Московской области. У нас в Московской области мы открываем в этом году 15 каворкинг-центров. 15 районов. И в каждом случае разный. Где-то есть частный инвестор. Вот в вашем случае управляющая компания торгово-промышленная палата. И мы как раз это будем сравнивать. Какой формат более интересен. Где будет больше резидентов. Какова эффективность каждой точки, каждой локации. И мы потом будем сравнивать и смотреть. И на будущее, уже исходя из этого, мы будем также планировать. Кстати сказать, арендная плата в Матичинском каворкинг-центре – одна из самых низких в области. На это и делался расчет, когда сам проект прорабатывался в администрации городского округа совместно с торгово-промышленной палатой. Она будет управляющей компанией каворкинг-центра. Именно привлечение как можно большего количества предпринимателей делает каворкинг-центры настоящими зонами экономического развития. Сергей Берзин, Сергей Федоров. Информационная программа «День». Информационная программа «День».